Молодожёны Андерс и Каролин из Швеции устраиваются в своём отельном номере, где проведут медовый месяц. И это место не назовёшь заурядным. Здесь они будут жить в окружении морских обитателей. Сверху этот отель выглядит вот так. Расположен в 250 метрах от побережья острова Пемба, принадлежащего Танзании. Находится на глубине четырёх метров. Стеклянные окна позволяют постояльцам круглосуточно любоваться на разноцветных рыбок. «Здесь почти всё, как в обычном отеле. Но вы находитесь под водой. Вместо огней машины, шума улиц, вокруг плавает рыба. Обзор здесь на 360 градусов, и вокруг везде рыба. Просто невероятно». Питание доставляют с ближайшего островного курорта на лодке. Одна ночь проживания в таком отеле обойдётся в полторы тысячи долларов за номер. «Это удивительно. Здесь везде плавает рыба, и вода очень прозрачная. И видно всё не только днём. Ночью здесь включается освещение. Рыба проплывает постоянно, и заснуть почти невозможно». «Вы просто спите в окружении рыбы. Некоторые описывают этот отель как аквариум наоборот». Подводный отель расположен недалеко от популярного среди дайверов кораллового рифа. За время своей работы он и сам покрылся кораллами. А как известно, вокруг таких рифов всегда кипит подводная жизнь. В целом, коралловые рифы острова Пемба считаются самыми многообразными в Восточной Африке. Однако и они не смогли избежать влияния изменения климата. Некоторые участки кораллов подверглись обесцвечиванию из-за повышения температуры океана. Ещё одна угроза для кораллов – сети и чрезмерный вылов рыбы. Однако вокруг этого отеля рыбацкие лодки не проплывают. В радиусе километра здесь закрытая для рыболовства зона. «До строительства подводного отеля три года назад рыбаки здесь свободно занимались промыслом. Это наносило ущерб кораллам, поскольку по дну тянули сети. Теперь ситуация улучшилась. Мы создали здесь заповедную зону. Кораллы восстанавливаются. Также стало больше рыбы». В планах курорта – создать ещё больше подводных номеров.